Новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Сергей Гиргель. Здравствуйте. Больше 30 человек пострадали при взрыве в кафе в центре столицы. Не обошлось, к сожалению, без жертв. Одна из раненых скончалась по дороге в больницу. Травмы, полученные под завалами, оказались несовместимы с жизнью. По информации спасателей, сдетонировал газовый баллон. Марк Брюшко восстановил хронологию событий. Обычная суббота. Жители столицы занимаются выходными делами. И прямо в центре города, как гром среди ясного неба. Взрыв. Газовый баллон взорвался в коттедже, переоборудованном под кафе. На место происшествия быстро прибыли медики, пожарные и спасатели. 12 часов 25 минут на пульт дежурного ДЧС города Нусултанс поступило сообщение о взрыве газового баллона в кафе, пристроенном в коттедже в микрорайоне Чубар. По информации хозяина, на момент взрыва здесь из посетителей никого не было, а были только сотрудники кафе. Также, по словам Талгата Уали, из здания вынесли 15 газовых баллонов. После взрыва в больнице доставили больше 30 пострадавших. К сожалению, по дороге в клинику скончалась одна из раненых. Ее извлекли из-под завалов. Соболезнования семье погибшей выразил Аким столицы Алтай Кульгинов. Выражают соболезнования семье и родным женщины, оказавшейся в момент взрыва газового баллона в помещении. Семье погибшей будет оказана помощь. Для расследования данного ЧП создана спецкомиссия. На месте развернут оперативный штаб. Создана горячая линия для оказания психологической и информационной поддержки. Глава города поручил ДЧС и департаменту полиции проверить другие объекты общепита в городе на соблюдение правил пожарной безопасности. А в причинах этого взрыва еще предстоит разобраться специальной комиссии. Марк Брюшко, Хабар 24. Торгово-развлекательным центром столицы разрешили со следующей недели работать по субботам. Для посещения, согласно новому постановлению главного санрача города ТРЦ, будут открыты до восьми вечера. В воскресенье, как и прежде, они будут закрыты. В Нур-Султане по-прежнему запрещено проводить массовые мероприятия, в том числе семейные торжества. Бильярдным, караоке, боулинг-центром, компьютерным ночным клубам принимать гостей не разрешают. Работа общественного транспорта остается без изменений. Автобусы продолжат курсировать по будням и в субботу с шести утра до одиннадцати вечера. Тем временем растет число инфицированных. За минувшие сутки коронавирусом заразились еще 822 казахстанца. Кроме этого, у 154 диагностировали пневмонию. Один пациент скончался. В разрезе регионов больше всего новых случаев на востоке республики 227. Около 100 в Павлодарской и Североказахстанской областях, 63 в Нур-Султане и 84 в Алматы. Отдельные стационары в Жамбулской области до сих пор не полностью обеспечены лекарствами для ковидных пациентов. При проверке медучреждений Шустского и Турар-Рыскуловского районов выяснилось, что нужных препаратов не хватит даже на два месяца. Вместе с тем, каких-либо сбоев по поставке медикаментов члены мониторинговой группы не выявили. Например, в Мувинкумском районе, центральной районной больнице, провизор не имел информацию о себе, сколько у него имеется препаратов на складе. Также не имел информацию, сколько нужно лекарственных средств, чтобы обеспечить двухмесячный запас лекарственных средств на складе. Такие замечания были выявлены в Шустском районе и Турар-Рыскуловском районе. В китайском Тяньцзине, что на северо-востоке страны, зарегистрировали новый случай коронавируса. При этом первые тесты у заболевших показали отрицательные результаты, и только повторные анализы оказались положительными. Для поднебесной случаи заражения, конечно, несущественные, но полностью искоренить инфекцию власти пока не могут. Вот это вот Сыргабаева подробнее. Новые случаи коронавируса зарегистрированы в Китае. И снова тот же сценарий – изоляция и тестирование близких контактов больных. Причины заражения людей в Тяньцзине пока выясняют. Одновременно ежедневно сообщают о новых завозных случаях. Для того, чтобы контролировать эпидемическую ситуацию в стране, власти усилили контроль на границе. Мы закрыли 46 сухопутных портов и 66 переходов для жителей приграничных территорий. Усилили охрану, чтобы не допустить незаконного проникновения на территорию Китая. Мы продолжим временный запрет на въезд иностранцев с действующими визами и разрешением на проживание в КНР. Также ужесточили рассмотрение и утверждение заявлений граждан страны на въездные и выездные документы по вопросам второстепенной важности, как туризм. Для тех же, кому разрешили въезд в страну, ужесточили требования. Теперь человек не ранее, чем за 48 часов до вылета, должен сдать два теста на COVID-19. Это традиционный ПЦР-тест и анализ на антитела. Если второй вид недоступен в стране, то его можно заменить повторным тестом на нуклеиновые кислоты. Это делается для точности результатов. Это вынужденная мера. Основополагающим является именно тест на нуклеиновые кислоты. Тест на антитела дополнительный, потому что у ПЦР-теста есть определенный процент ложно-отрицательных результатов. Сейчас в Китае очень большая нагрузка в сфере контроля и профилактики эпидемии, поэтому власти не ослабляют меры. При обнаружении одного или двух случаев мы сразу проводим массовое тестирование населения. В Китае выявили около 3600 завозных случаев COVID-19. С октября эта цифра растет. Участились и единичные локальные случаи заражения, поэтому жителям настоятельно рекомендуют продолжать носить маски, соблюдать гигиену рук и социальную дистанцию. Число зараженных коронавирусом в мире продолжает неуклонно расти и уже перешагнуло отметку в 57,5 миллионов. Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном приросте зараженных за последние четыре недели. Больше всего случаев выявлено в странах Европы и США. В связи с ростом новых случаев правительство ужесточает ограничительные меры. Всемирная организация здравоохранения за последние четыре недели зарегистрировала больше зараженных COVID-19, чем за первые шесть месяцев эпидемии. Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация остается в странах Европы, а также США. За последние четыре недели было выявлено больше случаев COVID-19, чем за первые шесть месяцев эпидемии. Больницы и отделение интенсивной терапии в Европе и Северной Америке переполнены. Ситуация с коронавирусом в мире остается сложной. На сегодня число подтвержденных случаев COVID-19 приблизилось к 58 миллионам. Количество новых случаев продолжает расти, в связи с чем правительство стран не решается ослаблять карантин. Власти Португалии продлевают введенный ранее режим ЧП из-за коронавируса еще на 15 дней. В последние недели в стране регистрируется всплеск новых случаев заболеваемости. За минувшие сутки было выявлено больше 6 тысяч зараженных. При этом не исключено, что ограничительные меры могут быть продлены. «Мы приняли решение продлить режим чрезвычайного положения до 8 декабря. По нашим подсчетам, количество госпитализированных пациентов может достичь пиковых значений до конца этого месяца. Это нас беспокоит и в целом говорит об опасной тенденции эпидемии». Резкий рост числа зараженных отмечается и в Швеции. При этом всплеск заболеваемости наблюдается во всех регионах страны. За минувшие сутки число зараженных превысило 7 тысяч случаев. Тем временем власти Калифорнии в попытке сдержать распространение вируса вводят комендантский час. Решение было принято, когда в сутки было подтверждено свыше 13 тысяч новых заражений ковид. Напомню, США продолжает занимать лидирующие позиции в мире по числу инфицированных. Аселев Докылыкова, Хабар, 24. По меньшей мере 8 человек погибли при ракетном обстреле в Афганистане. Больше 10 пострадали. Об этом сообщает местное издание со ссылкой на МВД страны. По данным официального представителя ведомства, снаряды перед запуском были установлены на грузовик. Сейчас выясняют, как автомобиль смог попасть в город незамеченным. Всего было выпущено около 23 ракет по разным частям Кабула. Снаряды повредили жилые дома и здания больницы. Возвращаемся к событиям в нашей стране. Казахстанские миротворцы готовятся к отправке в Ливан. На полигоне Блисал-Маты военные продемонстрировали журналистам навыки, которые необходимы для осуществления миссии в нестабильных точках планеты. О том, как проходит подготовка голубых касс. Репортаж нашего корреспондента Григория Беденко. Учебный центр десантно-штурмовых войск Казахстана расположен в 30 километрах к северу от Алма-Аты. Сегодня здесь проводится интенсивная подготовка 5-й миротворческой роты. В марте следующего года 120 военнослужащих, а это офицеры и контрактники, отправятся в Ливан, где в настоящее время наша страна участвует в миротворческой миссии под эгидой ООН. Миротворцы никогда и ни при каких условиях не должны первыми применять оружие. Однако вероятность того, что на них нападут и спровоцируют на ответный огонь, остается очень высокой. Поэтому военнослужащие должны быть хорошо подготовлены к подобным ситуациям. Подготовка делится на три этапа. Сначала психологическое тестирование, медицинское обследование и сдача тестов по физподготовке. Затем теория. Это изучение английского языка, инженерная, тактическая и медицинская подготовка. И, наконец, третий этап. Практические действия на местности. На практике миротворцы совершенствуют навыки организации службы на блокпостах, в контрольно-пропускных пунктах осуществляют патрулирование. Миротворцев в течение трех месяцев обучают инструкторы Казахстанского миротворческого полка, которые имеют опыт миротворческой деятельности. Преподаватели Центра миротворской подготовки, специалисты Центра разминирования и Центра военной медицины. Казахстанские миротворцы находятся в Ливане уже около двух лет. Наши военные работают в тесном контакте с индийскими и выполняют задачи в районе Ливано-Израильской границы. Любопытно, что впервые в этой миссии в состав роты включены военнослужащие не только десантно-штурмовых войск, но и региональных командований. По опыту прошлой ротации в условиях коронавирусной пандемии отправка делится в два этапа. То есть первые 60 человек возвращаются на родину с Ливана. Их заменяют уже новые, вновь прибывшие военнослужащие. И также наоборот. При возвращении на родину военнослужащие отправляются на карантин на две недели. Из-за пандемии последняя замена личного состава миротворческой роты в Ливане была отложена почти на три месяца. Кроме того, ситуация в этой стране серьезно обострилась после взрыва в морском порту Бейрута. На помощь населению пострадавшего города тогда пришли наши военные медики. Так что вряд ли можно назвать эту миротворческую миссию легкой. Ближний Восток – регион непредсказуемый. И боевой опыт, полученный там, для наших вооруженных сил незаменим. Григорий Беденко, сержант Жумабаев, Матинская область, Хабар, 24. Премьер-министры Казахстана и Узбекистана провели переговоры в Туркестане. Главы правительства обсудили вопросы сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной и таможенной сферах. Узбекистан – основной торговый партнер Казахстана в Центрально-Азиатском регионе. По итогам прошлого года товарооборот между нашими странами достиг 4,5 миллиардов долларов. Струны намерены нарастить его до 10 миллиардов. После Аскар Мамин и Абдулла Арипов приняли участие в церемонии открытия совместного предприятия по производству текстильных изделий в Туркестане. Швейная фабрика размещена на площади в 2 гектара в индустриальной зоне Туркестан. Предприятие позволяет создать свыше тысячи новых рабочих мест для женщин, в том числе с особыми потребностями. Аскар Мамин также показал премьер-министру Узбекистана новые объекты – международный аэропорт, конгресс-холл, центр Улы-Далай-Еле и стадион Туркестан-Арена. Главы правительств также ознакомились с ходом строительства многофункционального туристического комплекса «Караван-Сарай». В мечети на 5 тысяч мест посетили мавзолей Хаджи Ахмета Ессауи и возложили цветы к памятнику Абая. В Уральске инициативная группа требует пересмотреть нормативы сдачи экзамена по вождению. Дело в том, что две трети курсантов, легко пройдя теоретический курс, практику на автодроме не могут сдать даже с третьего раза. В специализированном цоне отмечают, что будущие водители приходят совершенно неподготовленными, а упрощать правила значит повысить риски ДТП. Моя коллега расскажет подробнее. Это штрафные баллы. За каждое нарушение своя оценка. Если набрал 100 баллов, приходишь на пересдачу через неделю. С третьей попытки практический экзамен платный. Это для выпускников автошкол. А у самоучек всего три попытки. На мониторе фиксируется каждое нарушение. 25 штрафных баллов начисляется за приближение к стоп-линии. Непристегнутый ремень – 5 баллов. Невключенный поворотник – 5. Не остановился за метр до зебры – еще 25 баллов. Больше всего срезаются на детекторных линиях. Там 20 баллов. За водительскими удостоверениями в автоцион в день приходят до 200 человек. Только третий удается сдать вождение на автодроме. Курсанты жалуются. В цоне постоянно очереди. Из-за непогоды не работают датчики. Часто ломается автомобиль. Сдавших экзамен – единицы. Сдала еще вся на эмоциях. Ребят, правда, серьезно. Еще он потряхивает немножечко. Но зато все прошло. Наконец-то права получил. Первый раз я немножко сама прошляпила. Не в тот поворот повернула. Без одной ошибки. Но второй раз все идеально. Курсанты приходят совсем неподготовленные. Вот теоретически, может, они подготовленные. Но практически они не то, что не умеют садиться на транспорт. Но, тем не менее, они рвутся. И то на бордюр заедут, то еще что-то. И машина свойственна ломаться. Она же все-таки железо. Она ломается. И определенное время уходит на восстановление этого транспорта. Не сдавший с первого раза зачастую теряет уверенность. Проваливает дальнейшие попытки, считают опытные водители. По их словам, в автодроме должна быть предэкзаменационная подготовка. Мне кажется, там слишком усложненное все. Там надо сделать попроще, чтобы было. Вот эти датчики, они вообще не нужны. Сами же автошколы тоже признаются, признались там. Ну, эти руководители. Они совершенно датчики не нужны. Там, естественно, человек не сможет никогда сдать. Мы им предлагали, давайте я сам сяду, попробую сдать. У меня 30 лет стаж водительский. Давайте я попробую. Они мне говорят, ну вот, у нас сегодня тут занято, все, не дали. Потому что я знаю, что сам даже я сомневаюсь, что могу сдать там. Делается для того, чтобы вот как раз создавать вот эту коррупционную такую составляющую. Что человек не может сдать, естественно, он потом начинает искать канал, а кому заплатить, и все, и никаких проблем не будет. Жалобу инициативной группы рассматривает в областном общественном совете. Пока здесь анализирует ситуацию и готовит рекомендации. Между тем, в областном центре участились аварии, где виновники ДТП – молодые водители. В двух последних случаях пострадали люди, ожидавшие автобус на остановке, а на пешеходном переходе погиб ребенок. Бутагос Базарбаева, Руслан Газезов, Канат Махмутов, Хабар-24, Уральск. Актуальные вопросы в сфере экологии, туризма, культуры и гражданского права обсудили активисты Атырао в ходе 9-го гражданского форума. Участие в нем приняли порядка 30 представителей неправительственных организаций. Лучших за активную работу в период пандемии удостоили почетных наград. Экология, внутренний туризм, права человека, духовные ценности. Участники гражданского форума охватили широкий спектр вопросов, и каждому из собравшихся нашлось, что сказать. Вместе с тем, члены неправительственных организаций подвели итоги работы. За текущий год презентовали соцпроекты. Между Акиматом и неправительственными организациями сегодня ведется большая работа. Все они получают достаточное финансирование. Регулярно организовываются встречи для повышения правовой грамотности и прозрачности. Сегодня мы еще раз убедились в правильности наших действий. В форуме также приняли участие руководители отечественных и иностранных предприятий. Они ознакомились социально значимыми проектами и выразили готовность их поддержать. Несколько активистов за оказание помощи населению во время пандемии были награждены медалями Халак Алгаса. Руководители 14 объединений получили благодарственные письма Акима области. Я сама занимаюсь более пяти лет благотворительностью, помогаю детям, детям-инвалидам, малоимущим, многодетным семьям. В период пандемии я зарегистрировалась в волонтерский отравский штаб, оказывали помощь многим семьям, пенсионерам, одиноким семьям. На самом деле то, что я делаю, это я делаю от всего сердца, от чистого сердца и даже не ожидала, что получу такую награду. К слову, в настоящее время в регионе работают порядка 700 общественных объединений, 120 из них в тесном взаимодействии с населением. День работников сельского хозяйства отметили в октябре. На торжественное мероприятие собрались порядка 100 представителей отрасли. В лучшем вручили нагрудные знаки профильного министерства и благодарственные письма Акима области. Сельскому хозяйству жительница Мартукского района Наталья Чепегина посвятила 20 лет своей жизни. Сегодня женщина руководит одним из крупных предприятий в округе. Развивает племенное животноводство, обеспечивает работой несколько семей, участвует в государственных программах. По итогам 2020 года признана лучшим животноводом области. По образованию сама ветврач и занялась тем, в чем понимаю, как со скотом работать, как лечить. За разных таких заболеваний никогда не было в хозяйстве у нас. Хорошо муж помогает, сын, две дочери, хотя в городе живут, в свободное время стараются приехать всегда помочь. Работники тоже есть, всех обеспечили жильем. Почетные награды от Министерства сельского хозяйства и руководства области сегодня получили порядка 60 лучших представителей агросферы. Благодаря труду каждого из этих людей регион ежегодно достигает хороших показателей, отметил в своем выступлении Аким области Онда Сануразалин. Когда я пришел на эту должность, то сказал, нам надо увеличить население города, а степи заполнить скотом. У Актюбинской области в этом плане большое будущее. У нас есть все возможности, будь это животноводство, земледелие или растеневодство. Благодаря вам всем эта работа ведется на должном уровне. К слову, с начала года сельскохозяйственные продукции в регионе произвели на 277 миллиардов тенге. Увеличилось поголовье племенного крупного рогатого скота, открыто несколько молочно-товарных ферм, с успехом завершилась уборочная кампания. Айсулу Махмутова, Булат Молдагалиев, Актюбе, Хабар, 24. 13-летний школьник из Карагандинской области открыл цех по ремонту электротехники. Мальчик пошел по стопам своего отца. Ранее мы уже рассказывали про мужественного жителя села Корой, прикованного к инвалидной коляске. С диагнозом ДЦП он воспитывал троих детей и работал. Однако ДОС попал в аварию, которая его полностью обездвижила. Заботу о близких пришлось взять на себя сыну. Мы заказали микроскоп, и я могу увидеть самые мелкие детали. И могу ремонтировать сотовые телефоны. Хочу научиться ремонтировать ноутбуки. Учусь через интернет многому. Деньги также трачено на оборудование для ремонта. Сломались телевизор или холодильник. Жители Корои из соседних сел сразу идут к юному умельцу. Чинить бытовую технику Нурасыла научил отец, который давно прослыл мастером на все руки. У нас в поселке нет такого грамотного мастера. Он дает гарантию своей работы. Это очень важно. Очень хорошо ремонтирует. А главное, на совесть все делает. Мы поражены, что он такой маленький, но уже достиг многого. Несмотря на диагноз ДЦП, папа мальчика до стулегенов был единственным сельским доктором бытовой техники. Однако после аварии мужчина совсем перестал двигаться. Его дело продолжил Нурасыл, который помогал отцу ремонтировать электроприборы. Нурасыл учится в школе, но заказов много. Я нанял еще двух работников из поселка Нуры, но они не смогли на уровне Нурасыла ремонтировать технику. Когда что-то сложно, сыну дается. Я помогаю ему на словах. Он сразу все схватывает и понимает. Прежде чем включить прибор, сто раз все перепроверит. Теперь 13-летний Нурасыл единственный в селе мастер электротехники. Талантливый юноша и учится хорошо. Любимый предмет, конечно же, физика. За время своей работы никогда не видела такого ребенка, который так разбирается в технике. Это действительно уникальный мальчик. В школе таких больше нет. Иногда бывало, что я ему на ремонт отдавала свою плойку. Школьник зарабатывает до 300 тысяч тенге в месяц. Поломанную технику мальчику привозят даже из столицы. Со временем он планирует открыть еще и автомастерскую. Главная мечта Нурасыла – вылечить отца, который стал для него образцом стойкости и несгибаемой воли. Марина Золотарева, Аслан Демизбаев, Каргандинская область, Хабар, 24. Белорусские подростки смогут познакомиться с историей Казахстана. В 143-й Минской школе имени Мухтара Ойзова появился кабинет для изучения казахского языка, литературы и истории. Его открытие состоялось при участии чрезвычайного и полномочного посла нашей страны Оскара Бисинбаева. Также представители фонда «Отанда Стар», присоединившихся к мероприятию по видеосвязи. Кабинет прошел специальную реставрацию и теперь в классе все подчинено идее взаимной дружбы и сотрудничеству двух государств. Представители посольства передали белорусским школьникам учебники и художественную литературу Казахстана, после чего гости посетили выставку «Мы разные, но вместе», на которой ученики школы представили десятки рисунков и мультимедийных презентаций. В школе имени Мухтара Ойзова мы открыли класс для изучения культуры, литературы и истории Казахстана. Первое занятие прошло в онлайн-формате. Аль-Фараби – один из величайших ученых. Его книги и труды были переведены на 140 языков мира. Он внес неоценимый вклад в математику, философию, геометрию, биологию, химию. Такие мероприятия каждый раз укрепляют дружественные взаимоотношения двух стран – Казахстана и Беларуси, установленные первым президентом Казахстана и главой Беларуси. Дружба вот этой школы и посольства Казахстана, Республика Беларусь, как я уже сказал, она длится уже более 12 лет. Несомненно, за эти 12 лет сделано очень много. Очень много для продвижения истории Республики Казахстан. И все это благодаря людям, которые не безразличны к этой истории. И на этом все. Следите за развитием событий вместе с нами на телеканале Хабар 24. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин